Вы являетесь редким примером философ, который закончил философский факультет Петербургского государственного университета. Как так получилось, что Вы в свое время решили поступать именно туда и куда-то еще? Я верил в идеалы коммунизма с увеличением в 23 года, с увеличением что-то в Марк, в Ленин, и никакого подвоха в манере преподавания философской факультетности. То есть вообще ничего не видел. Он нормальный советский человек был. Так а Вы поступили 17 лет? Я примерно 19 лет. Я трижды поступал. А, Вы трижды поступали, да? Да. Пока мать догадалась, когда я взял, вы меня взяли. Я трижды поступал. На заводе работал два года. На заводе работал часа, чтобы было тоже необходимо. Посчитать, как я был действием. У меня два года. А как Вы шли с этими рекомендациями партийными, которые были необходимы, кажется? Нет, того же не было для... Не было? Не было. Вашего вебинара? Для комсомольца такого. А, вот так. Ничего не было. Картийская школа и с работы была нужна. А в Рыске было написано, что я выполняю план на 110%. А Вы выполняли план на 110%. Нет, я не выполняю план на 110%. Ага. А какой Вы кафедру заканчивали? А? Кафедру. Кафедру я заканчивал... Я вообще чуть не поступил на научный коммунизм, честно говоря. Какой у кафедру? Диамат. Диамат, да? Кафедру Диамат. Диамат был советским человеком наивным. Я был советским человеком, который искренне увлекался спинозой. Бал дусу и меня завораживало. Поэтому на четвертом курсе я искренне возился, не забывая, конечно, читать Маркса. Искренне возился со спинозой. И на защите курсовой вдруг Козлову Марии Семеновны, знаете, очень продвинутых людей, которые живут сейчас, наверняка, очень либеральные, очень демократические. Именно она сказала, товарищи, Вы только вдумайтесь, человек на четвертом курсе еще изучает спинозу. То есть до Маркса еще не дошел. На четвертом курсе что происходит вообще? И меня чуть не зарезали. Ну, все, я думаю, вырезать не хотел. Но, в принципе, она отказывалась понимать, что на четвертом курсе можно все еще копаться со спинозой. То есть философия возможна прогресса, да? Для Коколи Марии Семеновны, безусловно. Там какие возможности прогресса с той точки. Я думаю, что она это и осуществила. Но такие истории можно про любого рассказать, на самом деле. Мария Семеновна не особое исключение. И про меня, наверное, можно рассказать. Ну, я так понимаю, что вы же и у вас отец офицер был в ЦСК. Военно-морского флота. А военно-морского флота. Ну, который, да, оскорит работник. А, короче, да? Да, было много такого же. И имени фрукзышки, наверное, было? Ну, в стране было много этих училищ. Меня туда даже куда-то отправляли, куда-то револю. В общем, я хотел, чтобы я... А как вам удалось за такое время не отслужить ЦСК? Ну, я поступил в 19-е годы. Ну, это как дело. Бабушка пошла в военкомат, поговорила с военкомом, поплакала, взял мое дело, спадки положила в середину. То есть проблема решается всегда? Там он был, да и взяток не было, просто слезы. Бабушка. Нет, ну, плюс она была в... Ну, она была, конечно, при саду, где-то лобди. У меня там довольно много пятерок в школе. А, по-моему, мужик военкомат, видимо, вошел в положение. Хорошо. Вот вы заканчиваете философский факультет. Как и откуда начинается знакомство с философией? У тебя тоже для выпускников философского факультета без знакомства с философией вещь очень нетипичная. Ну, есть такой анекдот. Я в какой-то момент на Помойке нашел, в классе в восьмом, девятом, на Помойке нашел книгу. Она называлась «Диалетикой производительной филопроизводственных отношений». На Помойке точно выносил ведро. Вот, лежали книжки, стопочка. Я взял книжечку и понял, что это мое. Какие-то достиченные рассуждения, какие-то понятия, какие-то термины, какие-то слова, какие-то смыслы. Я купил себе, ну что, я в Кронштадте жил. А, то есть это все-таки на философии, да, в Кронштадте? Где-то, да, где-то в восьмом классе. Я хотел бы понять, что такое философия. Ну, ты ученики личные исторические материалы. Открыл, там написано, что знание определяется опытом. Что ты видишь, то ты понимаешь. Вот, субъективным опытом. И я, мне сразу понравился этот субъективный опыт. Сомнение существования мира, что-то не речилось, что-то еще. Китайский что-то сказал. В общем, я с этой книжки стал жить, спать, класть себе под подушку. Читал директорический, исторический материализм. Потом увидел объявление в Кронштадте. Учителя не знают, что такое философия. Ну, учителя тоже слой к учителю. Школьные учителя, прекрасные учителя, но на вопрос о такой философии, и что почитать, кроме учебников, директорический, исторический материализм. Они не знают. Просто не знают. И я вам делал объявление. Лекция по философии. В общее знание. Где основной полковник развивал тему смысл тезиса Ленина «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Вот я целый час сидел и слушал, почему честь, почему ум, почему ум, что с этим ленинскими словами стоит. Это все, что я могу добиться, живя в Кронштадте. Ну, а потом, в библиотеке, вдруг спинозу великал засуду, ну, вообще балдежки туда. В классе 9-10-м я сидел, читал в библиотеке спиноз. Что я понимал, я уже не очень помню, я и сейчас не очень много понимал спиноз. Но, да, да, было такое все. Было, было. Никогда меня не смущало, что Янгерса читал, что... Я ко всем и читал Янгерса. Да. Мы еще только поколение. Ну, просто нет, есть нормальные вещи, а есть вещи действительно забавные, что в сущности что мешает птице заговорить человеческим языком. Просто устроился картами. А вот пупугая хорошо устроена картами, так что он и говорит. Такие вещи меня почему-то совсем не смущали, хотя бы гораздо смешно поднялся. Ну, человек прошел у него, это идеально, поэтому... То есть качественной разницы между человеком и птицей нет, поэтому, в последовательном. Такие вещи тоже очень много смешных. Никогда я меня не смешил, не выиграл, не отвращал. Все-все проглотировал. А как вы нашли вот философское общение там? Так все вы либо одиночку сосчитали, или как вы с кем-то общались? Может быть, и в такой еще версии, а был кто-нибудь, кто мог, может называться учителем? Нет, вот этого совсем не было. Эта ситуация не была бы. Ситуации не было бы совсем. С одной стороны, я все принимал, с другой стороны, знаете, человек, который, он может был относиться к учителям, конечно, у меня даже волна приходила такая, я даже не искал такого человека. А среда вот этой философской факультеты, той момент, которая была, насколько она была трудной? Студенческая лица? Не преподавали? Ну, нормальная, нормальная студическая среда, нормальные умные ребята, которые просто вот изучают историю философии, ну, как бы, да, изучают маркетингу, все были такие, как я. На самом деле, а в какой-то момент, уже после факультета, я попал в салон. Татьяна Горячева, да? Горячева, да. Горячева. Вы с ней вместе учились? Я нет, она намного меня старше. А, понятно. Намного меня старше. Вот Горячева, да, она была и изгнана, она и... Что она была изгнана? Она стала преподавать, где-то там, в медучилище или где-то, еще работала, стала преподавать Фрейда. Я оказалась сразу выгнана за все, оказалась за границу, и там же сделала карьеру в качестве вот такого оппозиционера. такие люди были, но я с ними не знакомый, совсем и не искал таких знакомств. Но это же немного странно. Философия же это всегда общение. Просто варились в своем соке. Ну, а что, студенты много, они разные, мне хватало. Ну, кружки обычно бывают какие-нибудь, кружки бывают, сходки студенческие, тусовки, то, что сейчас называется. Что-то такое было? Наверное, было, но я просто не знал. Нет, ну, было же научное общество. Нет, ну, это формальное, это формальное, а вот такие неформальные там... Нет, они формально все, вообще они будут купили. Не общались между собой, да? Да, все. Понятно. А так, вот, ну, вот вы его закончили по большому счету, то есть она уже начала работать в технологии? В технологии работали. Да, на кафедре. Философии, соответственно, да? Да. А дальше как? Где места, качественного скачка? Качественного скачка не было? Был, был, я начал говорить, вот когда я уже стал работать, я попал, ну, совершенно случайно из моей жены, какие-то знакомые, в общем, привели в такую вещь, наверное, в такой салон. Одна директриса музыкальной школы, муж ученый, большая, красивая гостиная с кипсовыми фигурами, ну, хорошая квартира, просто говоря. И там собирались люди, обсуждали, разговаривали, в литературе. Я пришел, и я про это самое. Припух. Потому что это другие люди. Что? то есть не советские, в принципе, Нет, я, опять же, ничего, гореческого там не делал, они читали, они бахтина читали. Бахтин не был знаменем, но бахтин как бы не был. А много разговаривали там было, 50 по полтора, приличное количество. Вы все читали бахтину? Да, ну, как бы знаменем был бахтин, читались много чего. А, венецов там же тоже. Но бахтин был такой основной темой. И я, конечно, удивился. Я таких людей не видел, никогда. С одной стороны, я никогда ничего не смущал из того, что я видел. Но когда я увидел этих ребят, я понял, что это... А кто-то из них, вот из того круга народа, он сейчас, как-то, сколько на слуху? Нет, нет, нет. Живы люди вообще? Люди живы там, молодые люди, волосы меня, были все, наверное, мы растерялись давно. Но первые несколько лет я вот там, собственно говоря, не... Ну, понял, что можно по-настоящему думать. Салоны такие были. Я на это поделал. Салоны, видимо, существовала в советское время. Вот, формы такие. Уже никто ничего не боялся. Это была стагнация. Кто-нибудь за кем неохотник. Где-то при 70-х годах? Ну, некоторая осторожность, да. В 70-х годах где-то, да? Ну, да, когда я там закончил университет. В 79-м закончил. А, то есть в 80-м? Да. Самое начало 80-х. Страха никакого не было. Но, в принципе, это были такие собрания, которые оксисты не развивали. Вы работали туда по большому счету по рекомендации, я так понимаю, да? Да. Да, да, конечно. И тогда действительно отсюда как бы интерес-то к Достоевскому и русской литературе оттуда появился? Из-за интереса Бахтина к этому университету? И к этой проблематике? Или у вас с самого начала он не присутствовал? Без Бахтина? И без этого самого? Это уже трудно, скажу, знаете. Я к Бахтину абсолютно равнодушен. Я просто пришел и увидел интересных людей, как я их раньше не видел. Ну, а после нет, если у них знание был Бахтин, то трудно было от него Бахтина вернуться. Ну, а я при этом заглянул в Бахтина, особо не заинтересовался, но людьми заинтересовался и стал ходить. Я там раскрыл рот впервые в свободной форме и сразу переманил весь семинар к себе домой. У меня совсем не та квартира, как та, но мои речи не понравились этой вот хозяйке, другу, иначе я там просто делал доклады. Она не захотела, судья делал больше одного доклада, а сейчас там не захотели, поэтому все перебрались ко мне и там я 5-6 обыкновенного делал, а я просто взял, все переманил, где-то 5-6 а потом вернулся туда. Ну, просто по другим дням собирались? Да. Чтобы не нарушать жизнь свободную? Да, конечно. Понятно. А вот этот кузок из посту, если падал, ну как там? Да, а потом вот еще по именно... Где вы их нашли? Линия... Я не помню. Ну, как-то люди вот знают друг друга. Не через этот салон. Нет. То есть это самостоятельная линия? Это самостоятельная линия. Откуда как... Видимо, случайное знакомство. Меня сразу приняли, и Наташа Апостола, и Сережа Степанов, сразу меня приняли, причем приняли вот эти самые... Учителями где? Ну, люди приходили. Степанов приходила куча народу, слушали его, да. Он очень был популярен. Ну, тоже вроде салона, только он настолько сам демократичен, что называть это салоном, это совершенно пустую халупу. Кроме булки старой никогда ничего не найти было. Но как бы то ни было, там сувералов, много народу, интересующегося. Тем или иным, это были люди, которые там по 20 лет читали деньги. То есть такие были, да? Вот Степанов и послал вот такие, да. Ну, так они только вдвоем еще потом? Которые 20 лет читали деньги, но они вдвоем, я не знаю. Но вокруг них собирались люди, которые... Если можно, я чуть вкляюсь. Не помню, кто рассказывал, или вы, или ваша жена, о том, как, собственно говоря, произошло знакомство со Степановым. Что звонок в дверь. Вот. Женя открывает. Вот. В прихожую заходит вместе с велосипедом. Совершенно незнакомый человек. Ай, да, да, да. Вот. И говорит, мне тут сказали, что вы, значит, Игорь Патин, что-то понимаете в Гегеле. Вот. После чего задает там один или два контрольных вопроса, чтобы убедиться, что действительно человек читал и понимает, выслушал ответ и говорит, нормально. Вот. И после этого там пригласил куда-то. Филосипед помню, да. А со Степановым что случилось? Он где-то и существует? Я не знаю совсем. Совсем не знаю. Даже не знаю, жив ли он. Может, существенный просто за ним? Нет, я существенный просто. Мы как бы по биографии сейчас пока бежим, бежим, бежим тихонько. И дальше, значит, вы так вот в 50-х годах в этом деле существовали. То есть, в общем-то, та же поэтика русской прозы, она, по большому счету, тогда и была сформулирована. И так правильно было? Нет. Позже было, да? Позже, позже. Ну, это просто интервал, получается, в закончении 79-м году, в РФШ появилось в 91-м году, когда мы с вами конкретно познакомились, да? Тогда, значит, вот в это 10 лет вот оно так существовало в таком вот состоянии. Как он? Кто оно? Ну, всякая вот ваша деятельность. До той поры, по крайней мере, вы не выступили на конференции на Камчатке, да? Или как оно называлось? А, в этом? Клуб 81. Клуб 81, да. Качегар. Качегар, как называлось, в Камчатке. Была Качегарка. Да. То есть в Качегарке выступили, и там были как бы другие совсем люди, которые вас заметили, пригласили тогда создаваемую высшую философскую школу. Да, это еще один круг, я тоже не помню, когда туда попал, но это еще один круг, это контркультура, там вторая культура, это совсем не Степанов, совсем не мой там первый салон, совсем все другое. Степанов, Наташу, действительно, по 2-3-4 гигеля, и в самом деле могли задавать конкретные вопросы. Людей, считающих Гегеля, нет. Просто нет, которые действительно добиваются понимания в прочтении Гегеля. Да? Это общее рассуждение о том, что объективный георизм. Вот. Кто по тексту сейчас или когда-нибудь, кроме меня, ведет семинары по тексту? Никто и никогда, где вы видели, хоть кого-нибудь. Народу много, народ не весь глупый совсем. Не весь. Кто, когда, вообще, может. Ну, во Франции был такой Александр Кожев, он как раз борол с Комиком Гегель. Оленьков и его клуб. Я кого не знаю, Оленькова я знаю, он очень сильный человек, безусловно. Ну, был по крайней мере там. А? Я его слышу. Оленьков. Он я. Да. Один из преподавателей, один из лучших преподавателей философского факультета, который действительно серьезно относился к историю и философии. Но я его после, я его не видел. Так, наверное, Ильенков только, наверное, да? Нет, нет. Оленьков – это наш мест. Очень известный человек. Оленьков. А, Оленькова-то знаю, конечно. Так он же протисловие написал. Понятно. То есть, вот, то есть, вот, то есть, вот, значит, в ФЖ познакомились с Черняковым и Печевской, да? Да, это еще один круг, совершенно, было красивое время, там, Парибок, Алеша, Наташа, еще, как видите, сейчас очень известный священник, Урье, он был, тогда еще не был священником, сейчас прям такие епископы. Да, вот он тогда был соседний священник, он был женат, вот так был блестящий круг людей, которые действительно создали такую вещь, получил из школы, действительно первые годы, ну вы за это знаете все, это, действительно, не слабо еще, имел обращающий смысл, было кучу интересного народа, это, опять же. Да, сотня человек на лекциях, сотня человек на лекциях, да, 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 весь провода, ходишь, микрофон, а куда все делось, куда все это делось, почему, в чем, в чем секрет провала, просто время изменилось. Так, конечно, закончился романтический период, это, наступил романтический период капитализма, все ставили, начали заработать деньги, ставили надолго, оскоренные утюги, и так далее, да? Ну, это можно догадаться, да, конечно, да. Ну, это да, это был, я помню. Как и церковь, да, шатнулись в церковь, теперь уже, совсем не так, теперь, спокойно, таких валов валящих, в церковь людей нет, совсем, романтический период, это закон жизни. То есть, он где-то продолжался, по большому счету, Ну, да. Ухода до 95-го, как ни странно, да? Ну, что-то так, до 4-5 лет продолжалось, а потом все с рано все. С 91-го по 95-го, а потом, как бы, все это быстро и прекратилось все существование, да? Ну, вот, такие вещи. Ну, что, еще чем будет такого спросить? Дальше мы, примерно, знаем, чисто биографические факты. Да, ладно, позитиво уже, встал, да. Ну, хорошо, тогда в следующий раз поговорим, как-нибудь, ну, как раз мы, биография вашей занимаемся. Так, да, да, да. 沒有, да, 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 да. Продолжение следует...